ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, друзья! Расскажу вам сегодня о приборе. Ну, как-то мы его упустили. То есть о всех приборах рассказываем, о всех приборах снимаем, мы какие-то обзоры, а этот прибор почему-то опустили. У нас нет обзора по этому прибору. Но сейчас вот настал такой момент, такой актуальный момент, да, то, что этот прибор стал очень актуальным. И я расскажу, почему. Почему вот именно сейчас он очень актуальный, этот прибор. Расскажу основные его, как говорится, плюсы, основные характеристики. Немножко покажем, включим, как работает. Вот. И чем он хорош? Чем он хорош и почему он хорош именно сейчас? Называется он GoFind 11. Вот так он выглядит в собранном виде. Ну, Майлабовский прибор, он открывает вот эту линейку металлоискателей GoFind. Вот так вот он выглядит вот в собранном виде. Основные его, основные его плюсы. Прямо вот сразу, сразу скажу, вот почему мы именно в этот момент решили о нем рассказать. Бесконечная дешевизна, бесконечная. Дешевле этого прибора практически приборов не существует. Бесконечная дешевизна и бесконечная простота. То есть прибор, вот самые главные его плюсы, он очень дешев, но это Майлаб. И это Майлаб. Он прибор по цене пинпоинтера. То есть вот стоимость этого прибора, да, она меняется, я не буду сейчас сумму называть. Стоимость прибора брендовой фирмы Майлаб по цене пинпоинтера. И компактность. Вот. То есть вот такие вот четыре основных плюса этого прибора. Это дешевизна, брендовость, простота, компактность. Меня часто спрашивают, а влезет ли прибор в пакетик. Вот вопрос такой встречный, а нафига вам это надо, камрады? То есть это что, самое главное, да, то чтобы прибор в пакетик влезал. Вот. Все понятно, то что он влезет куда хочет. Вот. Значит, сейчас расскажу, под что я его использую с этим прибором. И вообще под что он подходит. Значит, а почему мы стали снимать этот ролик именно сейчас? А я вам скажу то, что вот наши ролики, они висят достаточно долго, да, в интернете, на ютубе. Вот. То есть они актуальны достаточно много, годы. Вот мы снимаем его тогда, когда стали некоторые послабления, людей стали выпускать за границу. То есть какие-то там Мальдивы, Занзибар открыт. То есть люди могут путешествовать, начать путешествовать. Там Европа еще закрыта, да, но многие страны, потихонечку вот эта вот волна, там этой пандемии схлынувает. Вот. И какие-то курорты открываются. Так вот этот прибор, вот этот прибор, вот. Ну такой вот, можно сказать, курортный прибор, ко всему прочему. Он подходит не только детям. Не только тем, кто делает первые шаги. Не только вот тем, у кого в багажнике валяется там спиннинг, теннисные ракетки, мангал, пневматическое, ружье там или арбалеты, металлоискатели. Он подходит не только этим. Не так же много. То есть он хорош именно для путешественников, тот, кто выезжает куда-то вот... Пусть это Крым, пусть это какой-то Занзибар. Ну вот. Почему? Вот смотрите его опять же. Вот его компактность. Все. Вот она. Вот он. То есть он места не занимает никакого. Он очень лег. Вот. Но, опять же повторюсь, это Майнлаб. Вот. Я его сейчас разберу и посмотрите. Вот этот прибор в разобранном виде. В разорванном виде. Один из немногих приборов, в который реально можно погружать в воду. То есть все гидроизолировано. Конечно, до электронного блока, да. Вот. Все это делается под ваш рост, под ростом вашей супруги, вашего ребенка, ваших там представилых родителей, вот, менсионеров. Значит, и, соответственно, вес. То есть прибор, ну, вообще, ну, что это такое? Вот. Он, в основном, это пластик. За счет этого, за то, что в основном это пластик, соответственно, и, так вот, дешевизм этого прибора. Маленькая катушечка. То есть если вы занимаетесь каким-то пляжным поиском, если вы занимаетесь поиском на достаточно замусорных местах, вот, вы можете зайти там по электронный блок, смотрите, практически на метр, вы можете зайти, воду его занести. Вот. На замусорных местах вот это оптимальная катушечка. Вот такая небольшая катушечка на замусоренке, а пляж это замусорное место, это оптимальная катушечка. Вот. Значит, у него четыре пальчика. Чем это хорошо? Я, например, вот как-то вот не очень отношусь к приборам аккумуляторных. Ну, это мое личное. Вот. А здесь четыре пальчика. Вот в любом месте, в любом месте вы найдете четыре пальчика. В любом. Вот четыре пальчика. В любом месте вы найдете четыре, в любом. То есть, если это Крым, это в любом Сильпор. Вот. Если это какой-то Зензибар, вы везде найдете четыре пальчика. Прибор очень... У него очень маленькое потребление. Вот, электропотребление. Энергопотребление очень маленькое. То есть он, в общем-то, ну, четыре пальчика вам хватит минимум на два световых дня, минимум. Вот, это если вы постоянно будете работать. А я вам сейчас еще расскажу, как этот прибор использую лично я. То есть, как вот прибор по цене пинпонтера, по цене пинпонтера. Вот сейчас вот, сейчас зима, сейчас зима, и сейчас очень актуальные чердаки и заброшки всякие. Вот этот прибор незаменим для работы, вот с такой маленькой катушкой, незаменим для работы на чердаке, с засыпкой. Вот этот прибор лично я использую для работы на чердаках и на заброшках. Глубину я вам тоже покажу, его, этого прибора. Значит, у него достаточно нормальная глубина, хорошая. Но вот при работе в каких-то сложных условиях, в замкнутые пространства, какие-то вот, вот именно для работы на чердаке, вот такая вот небольшая катушка, вот она самая оптимальная. У него есть обязательно выход под наушники, обязательно есть выход под наушники. Ну, я не знаю, насколько вам вообще это надо. Вот так вот, ну, он есть. Вот. Как я уже сказал, значит, прибор с возможностью погружения в воду, вот, ну, до электронного блока. И такой вот неломкий ударопрочный пластик. Вот, то есть прибор, ну, надежный, ну, как любой Майлаб, все это надежно. Камрады, значит, у прибора дискриминация визуальная. Буду показывать нашего любимого головастика, дедушку Ленина. Вот, и гвоздь. Значит, вот у вас кнопочка включения-выключения. Вот, и четыре сегмента дискриминации. Железо можно выключить. Вот я, например, гвоздем провожу. Вот у вас визуальная дискриминация, то есть у вас четко показывает, то что вот именно у вас черный металл. Еще раз. Значит, теперь я отключу. Все, я отключил. Все, очень четко у вас, вот, визуально у вас. И, то есть он не реагирует, прибор не реагирует на гвоздь и железный вообще никак. Вот, зато, вот у вас дедушка Ленин. Четко прибор показывает, что это монета мидно-никелевая. Все очень просто. Значит, это у вас исключение мелкого железа. Это три сегмента громкости. Это три сегмента чувствительности. То есть вот видно понижение и повышение чувствительности. Соответственно, это громкость. И здесь еще вот у громкости есть одна такая фишка, да, то что вы можете громкость выключить полностью. То есть вот у вас звуковой модификации не будет, у вас будет только визуальная. Смотрите. Значит, то, что это очень полезная работа, например, там на пляже, на каком-то там, где есть народ, чтобы вы там не раздражали никого, не привлекали к себе внимание. Вот. Значит, вот визуальная дискриминация есть, да. Вот он показывает, у вас сегмент мигает, а звука нет. Ну и, соответственно, значит, включаем. Примерно так. Вот. Сейчас я покажу маленький тест, проведем на глубинном наружении. Проверим мои слова, то, что прибор достаточен, что вот у него вот эта вот глубина, она, ну, нормальная. Камрады, погоняем дедушку Ленина, посмотрим глубину. Ну, смотрите, вот наш дедушка Ленин, любимый. Вот это вот расстояние, это чуть больше 25 сантиметров. Вот. Вот у нас катушка. Вот катушка. Идет. Я не знаю, насколько вам видно, там вот катушка. Вот. И вот это вот расстояние, мы его измеряли. Мы его измеряли. Вот это расстояние, вот это расстояние, где-то 27 сантиметров. Вот так вот. Вот где-то 27 сантиметров. Берем дедушку Ленина. Ну, вот так вот примерно, вот уверенно, достаточно 20, примерно там более 25, но это скорее всего не более 27. Где-то вот 25-27 сантиметров вот он берет. Видим достаточно быстрое срабатывание, которое полезно очень на замусоринке. Вот. И где-то от 25 до 27 сантиметров примерно вот в этом диапазоне он уверенно схватывает. Немножко итоги подведу. Вот этот прибор, это прибор, он первое. Конечно, дети. Конечно, дети. То есть, если вы хотите там вот детей своих там к нашему хобби пристрастить, да, то есть это вот с этого прибора начинать вообще без разговоров. Это прибор для туристов. Это прибор для тех, кто занимается поиском металлолома. Это прибор для тех, кто испытывает голод зимой и работает по чердакам, по заброшкам. Этот прибор его можно как пинпойнтер практически использовать. Вот. В каких-то раскопах. Вот. Для военщиков подойдет, для тех, кто по войне работает. Для тех, кто металлолом собирает. Для пожилых людей, для девушек. Вот. Для пляжного отдыха вообще его просто вот. Самый, я считаю, вот прибор, который куда-нибудь с собой вот в Турцию, там на пляж. Все. Все. Ну вот просто нет проблем. То есть у прибора есть своя ниша. Кто-то мне будет говорить, да ты что, ядрак лучше. Но я только улыбнусь в ответ. Вот. Потому что это прибор своего сегмента, с начального уровня, с своей ценовой категории, под свои задачи. Вот. То есть понятно, да, что это прибор вот именно начать, или под свои именно задачи. Вот. Ну вот я с ним работаю по этим, по чердакам. Вот. По чердакам он засыпку прозванивает, он шикарен просто. Вот. Там даже приходится иногда делать и чувствительность поменьше. Вот. Ну и как, как говорится, как уехать куда-то там, на Занзибар и походить после там отлива, это просто тоже шикарная-шикарная вещь. Вот. Ну и соответственно вот в эти деньги, вы посмотрите, сколько он стоит. Ну нет, они что дешевле. Ну вы, если вы остановитесь вот для своего выбора на этом приборе, за какие деньги? За какие деньги вы получите фирму MyLove? Вот. Ну, что еще могу сказать? Значит, всегда можно позвонить, написать. Вот. Всегда можно в гости к нам зайти. Можно подержать, потрогать, включить. Вот. Если мы чем-то можем быть, можем быть вам полезны, вот, то, ну в общем-то, всегда камрад, камраду, камрад. Обращайтесь, камрады. Как говорится, будем рады вас видеть и будем рады как-то вот какую-то консультативную помощь и любую другую вам оказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!